Продолжение следует... ...по профилактике социально значимых инфекционных заболеваний, туберкулеза, вирусные гепатиты. Это заключительный цикл и серии вебинаров, которые проводились в Центре Знаний. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения выделила другие приоритеты в структуре инфекционных заболеваний. ...чем те, которые были буквально года 2-3 назад. На сегодняшний день ВОЗ расставила инфекционные заболевания социально опасные по следующему ранжиру. На первом месте вирусные гепатиты, на втором месте туберкулез и на третьем месте ВИЧ-инфекция. Сейчас мы рассмотрим, почему изменились приоритеты социально опасных инфекционных заболеваний. Причины изменения приоритетов. Если мы говорим о вирусных гепатитах, одной из причин того, что они вышли на первое место по значимости, это является то, что их достаточно много разновидностей. Это и вирусный гепатит А, и В, и С, и Д, и Ф, и Е. Кроме того, в мире на сегодняшний день существует пандемия гепатитов. Практически во всех странах мира регистрируются высокие уровни заболеваемости этими инфекционными заболеваниями. Кроме того, активный механизм передачи. Вы знаете, наверное, что большинство вирусных гепатитов передается через кровь, а это очень активный путь передачи, особенно если инфицирование идет в среде людей, которые употребляют инфекционные наркотики. Это инфицирование при переливании крови, если она не тестировалась, и в ней находится возбудитель вирусного гепатита. А также большинство вирусных гепатитов, за исключением вирусного гепатита А, который передается фекально-оральным путем или через рот, большинство гепатитов передается половым путем. А половой путь передачи является достаточно активным среди основной массы населения. Кроме того, несоблюдение профилактических мероприятий и высокая устойчивость в окружающей среде. Я могу сказать, что некоторые возбудители гепатитов могут сохраняться до нескольких лет в окружающей среде. Кроме того, благодаря такой высокой устойчивости и малой дозе для инфицирования реализуется очень много путей передачи, связанных с нарушением целостности кожных покровов. Например, если мы говорим о повреждении кожи во время проведения различных манипуляций в парикмахерских, в салонах красоты, при проведении педикюра, маникюра. И если сравнивать, например, риск инфицирования вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией, то, к сожалению, заразиться вирусными гепатитами в 100 раз легче, чем ВИЧ-инфекцией. А последствия от инфицирования этими вирусными гепатитами, они не менее угрожающие для жизни человека. Это такие, как и цирроз печени, и на поне цирроза развитие онкологических заболеваний. Кроме того, я уже об этом сказала, что для инфицирования вирусным гепатитом необходима незначительная доза возбудителя. Туберкулез. Основной причиной возникновения эпидемии туберкулеза является низкий социально-экономический уровень. И вы, наверное, знаете, что эпидемию туберкулеза у нас в Украине еще в 1985 году начали слои населения, которые имели низкий экономический достаток, имели низкий образовательный уровень, очень часто не имели постоянного места жительства, у них был недостаточный уровень питания, и вот в связи с этими всеми факторами у них развился туберкулез. Затем в эпидемию туберкулеза вовлекаются и другие слои населения. Кроме того, при туберкулезе очень легкий механизм передачи. Механизм передачи при туберкулезе воздушно-капельный, и в связи с этим большое количество людей, если они находятся в окружении больного туберкулезом, могут заразиться. Фактически один человек, который выделяет возбудитель туберкулеза, может заразить одномоментно до 30 лиц, которые находятся в его окружении. Кроме того, причиной изменения приоритета в плане того, что туберкулез вышел на второе место по значимости, является то, что на сегодняшний день существует очень серьезная проблема в связи с ростом заболеваний, вызванных возбудителями, которые устойчивы к антибиотикам. Это очень серьезная проблема, потому что по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 30 лет только было создано всего два новых вида антибиотиков, и мы фактически вступаем в эру, когда человечеству нечем противостоять возбудителям инфекционных заболеваний. Следующей причиной является то, что параллельно с эпидемией туберкулеза в Украине идет эпидемия ВИЧ-инфекции. Вам, наверное, это известно, что практически каждый третий, второй ВИЧ-инфицированный имеет как оппортунистическое заболевание туберкулез. При проведении исследований среди больных туберкулезом также было выявлено, что до 30-40% больных туберкулезом имеют параллельно еще ВИЧ-инфекцию. Кроме того, что есть еще ВИЧ-инфекция, параллельно с заболеванием туберкулеза пациенты могут иметь и другую патологию, например, вирусные гепатиты, если, например, это лица, которые употребляют наркотики инъекционным путем. И также еще может быть следующая проблема – это нарко- и алкозависимость, которая также влияет на уровень заболеваемости туберкулезом. Следующая причина – это низкая приверженность к лечению пациентов, которые больны туберкулезом. Это связано с тем, что очень сложные схемы лечения, препараты токсичные, вызывают серьезные реакции и где-то со второй-третьей недели после приема препаратов очень часто пациенты отказываются от лечения. Кроме того, одним из факторов, который влияет на развитие и поддержание эпидемии туберкулеза, является стигма и дискриминация в отношении пациентов, больных туберкулезом. Теперь мы с вами поговорим о туберкулезе. И я бы хотела несколько слов вам сказать о том, какая же ситуация заболеваемости туберкулезом сегодня в мире и где находится Украина в связи с эпидемией туберкулеза. Ну, нужно сказать, что эпидемию туберкулеза, которую объявили еще в 1985 году, для ее борьбы были направлены очень серьезные силы, государственное финансирование, международная помощь, были разработаны различные стратегии с учетом заболеваемости в разных странах. И мы можем сказать о том, что благодаря тому, что были фактически подняты все министерства, все ведомства, различные международные фонды на борьбу с туберкулезом, с 2000 года удалось спасти 53 миллиона жизней на планете. Это прозвучало в глобальном докладе о туберкулезе в 2017 году. Необходимо сказать, что в 2016 году основной причиной смерти среди инфекционных заболеваний была смерть от туберкулеза. Кроме того, основной причиной смерти с устойчивостью к противотуберкулезным препаратам также является туберкулез. И основной причиной смерти людей с ВИЧ-инфекцией также является туберкулез. В 2016 году было выявлено почти 10,5 миллионов новых случаев заболевания туберкулезом. Среди них, среди новых случаев, 10% составили лица, которые были ВИЧ-инфицированными. 1,7 миллиона больных умерли от туберкулеза. Среди них 400 тысяч ВИЧ-инфицированных. Фактически, это каждый четвертый человек, который умер от туберкулеза, он имел параллельно ВИЧ-инфекцию. Таким образом, вот эти две эпидемии, которые идут параллельно, они усугубляют эпидемическую ситуацию и требуют неординарных подходов к профилактике, лечению и диагностике этих заболеваний. Несмотря на то, что у нас произошло, в мире произошло все-таки снижение на 4% количество умерших от туберкулеза, но все-таки это незначительное количество. 64% или фактически больше половины заболеваемости туберкулезом регистрируется в таких странах, как Индонезия, Китай, Филиппины, Нигерия, Южная Африка. Для чего я обращаю ваше внимание на страны, в которых регистрируется высокая заболеваемость. Вы знаете, что сегодня в Украине очень широко открыты границы. Наши граждане путешествуют по разным странам, как туристы, могут посещать эти страны в связи с развитием бизнеса. Особенно это касается Китая, с которым у нас очень серьезные бизнесовые отношения. И, конечно, наши граждане, посещая эти страны, они подвергаются возможности инфицирования туберкулеза. В 2016 году было выявлено практически полмиллиона новых случаев устойчивых форм туберкулеза. И половина из них это в Индии, Китае и России. Опять-таки обращаю ваше внимание на то, что это страны, с которыми у нас, с Россией у нас сейчас меньше таких производственных взаимоотношений. Но, тем не менее, наши жители с восточных регионов, с центра Украины ездят на заработки в Россию. Торговые отношения с Китаем и Индией – это также большой риск заражения туберкулезом в данных странах. Хочу также обратить ваше внимание, что, к сожалению, во многих странах недостаточно имеется доступ к лечению, особенно к лечению туберкулеза с устойчивыми штаммами. Вот Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что только каждый пятый начал лечение с устойчивыми формами туберкулеза. На сегодняшний день мы еще не достигли той цели, которая ставится перед мировой общественностью, Всемирной организацией здравоохранения и программами, которые занимаются профилактикой туберкулеза, такие как партнерство СТОК-ТИБИ, по эффективности лечения. Целью является, чтобы 85% лиц, которые имеют МЛУ туберкулез, излечивались. На сегодняшний день эффективность лечения всего 54%. Недостаточная имеется возможность у пациентов, которые больны туберкулезом, получить своевременно и в полном объеме АРТ-терапию. На сегодняшний день 15% людей, которые больны туберкулезом, не смогли получить АРТ-терапию. Я перед этим вам говорила о том, что каждый четвертый практически умер от туберкулеза, был ВИЧ-инфицирован. Вот как раз одной из причин того, что умирали больные туберкулезом, это то, что они не могли получить своевременно противовирусные препараты при ВИЧ-инфекции. Какую же цель перед мировой общественностью поставила Всемирная ассамблея здравоохранения, которая состоялась в мае 2014 года в Женеве, которая разработала глобальную стратегию положить конец туберкулезу. Основной целью этой стратегии является ликвидация туберкулеза к 2035 году. Дальше мы будем рассматривать с вами показатели заболеваемости, ситуацию в Украине. И вы сами сможете оценить, что цель, которую поставила Всемирная ассамблея здравоохранения, это ликвидация туберкулеза к 2035 году, это очень амбициозная цель. И в связи с тем, что все-таки во время эпидемии продолжают болеть в большом количестве лица из групп риска, то одно министерство здравоохранения, к сожалению, не сможет справиться с такой задачей, как ликвидация туберкулеза. Поэтому нужно, чтобы этой проблемой занимались все министерства и ведомства, которые имеют доступ к группам риска, чтобы занимались общественные организации, которые не только занимаются проблемами туберкулеза. Например, на сегодняшний день в Украине есть такая общественная организация, как Ассоциация людей, которые переболели туберкулезом. Но все организации, которые занимаются проблемами ВИЧ-инфицированными, больных, вирусными гепатитами, больных диабетами и другими хроническими заболеваемостями, на фоне которых может развиваться туберкулез. Что же сегодня с заболеваемостью в Украине? Если говорить о заболеваемости, о новых случаях и рецидивах, то показатель заболеваемости на 100 тысяч составляет 67,6, что в три раза превышает заболеваемость, которая была в Украине до эпидемический период. До эпидемический период она была 36,7. И несмотря на то, что она снизилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом, все-таки заболеваемость, еще раз повторюсь, превышает до эпидемический период в три раза. Поэтому это как раз и подтверждает, что те цели, которые поставила Ассамблея перед нами, к 2035 году снизить заболеваемость практически до спорадических случаев или фактически ликвидировать ее, то она очень амбициозная. И нам нужно очень много будет работать для того, чтобы добиться этих показателей. Наивысшие показатели у нас зарегистрированы в Одесской области. Вы видите, что показатель составляет 136 на 100 тысяч населения. Практически в два раза в Одесской области превышает показатель заболеваемости. В Херсонской области 99,1, в Киевской области 85,7 и наименьшие показатели это в Харьковской области 52,5 и почти такая же в городе Киеве 52,6 и в Черновицкой области 39,8. Фактически только Черновицкая область приближается к уровню заболеваемости, который был у нас до эпидемический период. Так, сейчас мы рассмотрим с вами, кто же у нас болеет в Украине, какова же структура заболеваемости туберкулезом. Как вы видите на слайде, 77% это лица работоспособного возраста от 18 до 54 лет. Почему это показатель для нас очень плохой? Потому что лица, которые заболели туберкулезом, во-первых, они длительное время отсутствуют на рабочем месте. А учитывая то, что сейчас основная масса нашего населения работает не в государственных структурах, а в частных организациях, очень часто пациенты сталкиваются с плохим отношением в свой адрес, предложениями со стороны работодателей о том, чтобы пациенты уволились. Особенно если пациент болеет туберкулезом, который вызван устойчивым к антибиотикам и возбудителям, лечение может продлиться от 6 месяцев до 2 лет. И, конечно, очень сложно представить работодателя, который хотел бы содержать за свой счет на работе пациента, который заболел туберкулезом. Кроме того, что длительность лечения еще туберкулез может привести, особенно туберкулез, который вызван резистентными штаммами, то есть устойчивыми к антибиотике, он может привести к инвалидизации. Это значит, что чем выше эпидемия туберкулеза в Украине, тем больше риск того, что будет увеличиваться удельный вес людей, которые будут инвалидами в связи с заболеваемостью туберкулезом. И плюс еще, если у них ВИЧ-инфекция или другая какая-то сопутствующая патология, например, наркозависимость, алкозависимость или вирусные гепатиты, то, конечно, у таких пациентов большой риск получить инвалидность и остаться без работы. Вы видите, что 50% это фактически неработающие лица. Это то, о чем я вам говорила, что эпидемию начинают у нас лица социально и финансово незащищенные. И вот по структуре мы это видим, что 50% населения, которое заболело, являются неработающими. Конечно, в эту категорию могли войти люди, которые и работают, просто они неофициально устроены на рабочем месте. И это тоже усугубляет их состояние, потому что если такие пациенты заболевают, они, естественно, лишаются работы. Это еще больше усугубляет их состояние, потому что им нужны достаточно большие финансы для того, чтобы и хорошо питаться, получать хорошее питание, для того, чтобы иметь возможность купить лекарства, если есть какие-то сопутствующие заболевания. И кроме того, если это, например, в семье человек, который единственный приносит доход в семью, то заболевание его туберкулезом приводит к тому, что семья начинает бедствовать. Теперь обратите внимание, что 13,4% из тех людей, которые заболели туберкулезом, они употребляют алкоголь. 3% это потребители инъекционных наркотиков. Хочу еще обратить ваше внимание на заболеваемость очень серьезной категории. Это медицинские работники противотуберкулезных учреждений. Вы видите на слайде, что заболеваемость медицинских работников выросла в три раза. Если сравнить 2013 год, то заболеваемость была 84,8%, в 2015 году 248,4%. Это говорит о чем? Это говорит о том, что медицинские работники не только сами не рассказывают пациентам, как правильно вести себя, если у них открытая форма туберкулеза, то есть они выделяют туберкулезную палочку, чтобы не заражать окружающих. Они сами не выполняют те требования инфекционного контроля, не носят респираторы, не своевременно проходят медицинский осмотр. При возникновении заболеваний верхних дыхательных путей продолжают ходить на работу, что также способствует заболеваемости. Поэтому, естественно, разработка мероприятий в отношении медицинских работников, которые также приносят заболевания в свою семью и окружающим, и своим пациентам, могут передавать другие виды возбудителей туберкулеза. Это очень серьезная проблема. Кроме того, заболеваемость медицинских работников, а также то, что у нас в стране растет заболеваемость туберкулезом, который устойчивый к многим антибиотикам, говорит о том, что у нас в лечебных учреждениях абсолютно не выдерживаются требования инфекционного контроля, пациенты общаются друг с другом, и это способствует распространению заболеваний. Что же такое туберкулез? Кто является источником инфекции этого заболевания? Туберкулез легких – это инфекционное заболевание, которое характеризуется образованием в пораженных тканях очагов специфического воспаления и выраженной общей реакции организма. Туберкулез произошел от греческого слова «туберкулюм», что означает «бугорок». Возбудителем туберкулеза является туберкулезная палочка или микобактерия туберкулеза. Туберкулеза или еще ее называют «бактерия БК+.» Источником инфекции могут быть человек и животные. Животные – это крупный рогатый сплот, свиньи и куры. Вот так выглядит туберкулезная палочка. И вот здесь на рентгеновском снимке вы видите очаги туберкулеза. То, о чем я говорила. Пути передачи туберкулеза. Основной путь передачи туберкулеза – это воздушный и аэрогенный. Я бы хотела обратить ваше внимание, что раньше до проведения дополнительных исследований считалось, что если капельки органики или пыли, которые содержат туберкулезную палочку, например, попали на посуду, на поверхности стола, например, на поверхность оборудования или на пол, и если мы будем их убирать, они будут подниматься в воздух, то таким образом мы можем заразиться туберкулезом. На сегодня проведены исследования и доказано, что туберкулезом мы можем заразиться только в том ситуации, если в организм человека маленькие бронхиалы и альвеалы попадет маленькая капелька, воздушная капелька, которая содержит туберкулезную палочку. Если туберкулезная палочка упала на поверхность, соединилась, например, с какими-то продуктами питания, то практически, даже если она попадает в организм человека, она не является заразной. Контактный путь передачи, он очень редко реализуется, чаще всего он возникает у людей, которые занимаются профессиональной деятельностью, например, доярки. Если они доят коров, которые больны туберкулезом, то во время дойки они могут заражаться туберкулезной палочкой, и у них может возникнуть туберкулез кожи. Алиментарный или бычий тип, это чаще всего он может возникать при ситуации, когда, например, люди употребляют недостаточно термически обработанное мясо, и тогда может возникнуть туберкулез. Но такие случаи очень редкие, практически 99,9 случаев заражения туберкулезом, это воздушный или аэрогенный путь передачи. Есть еще трансплацентарный, это когда туберкулезная палочка передается во время беременности от женщины к ребенку, и это связано с тем, например, если у женщины есть проблемы с плацентой, и плацента становится проникаемой для возбудителей туберкулезной палочки. Практически у здоровой женщины плацента работает таким образом, что возбудители инфекционных заболеваний не проникают к плоду. Какие же первые признаки заболевания туберкулезом? Слабость, бледность, повышенная утомляемость, вялость, апатия, субфибрильная температура около 37 градусов, очень редко бывает 38. Очень характерным признаком заболевания туберкулезом является потливость, особенно беспокоящего больного по ночам. Часто очень больные рассказывают, очень часто рассказывают больные, когда приходят на прием к врачу, что они просыпаются утром и обращают внимание на то, что вся подушка у них мокрая. Также характерным признаком на более поздних стадиях является кашель более двух недель. И есть еще такой признак, это исхудание или похудение, которое уже чаще появляется, когда стадия туберкулеза находится в разгаре. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что первые 4, даже 5 признаков, они фактически характерны при всех острых инфекционных заболеваниях. И очень часто наши пациенты не обращаются своевременно к врачу, а занимаются самолечением. И вот это является очень плохо, потому что очень часто такие пациенты или сами себе назначают лечение, идут в аптеку, получают препараты, или советуются с друзьями, или почитают интернет с соседями, социальные сети подключаются к диагностике и лечению заболевания. И такие пациенты, кроме того, что они поздно обращаются, очень часто с запущенной стадии, они еще и способствуют тому, если они используют антибиотики, что у них развиваются устойчивые штаммы туберкулеза. Поэтому мы обращаем всех внимание, что если у человека есть такие признаки, особенно появляется потливость по ночам, и кашель длится более двух недель, необходимо срочно обращаться в медицинское учреждение и проходить соответствующее лечение. Какая же профилактика туберкулеза? Вы все знаете, что для того, чтобы у нас выработалась защита в организме против туберкулезной палочки, фактически при рождении, первые 1-3 дня в роддомах проводится прививка против туберкулеза. Если по каким-то причинам прививка против туберкулеза не была проведена, то ее можно проводить после выписки из роддома и до двух месяцев ее проводят и не делают постановку реакции МАНТУ, то есть не определяют, инфицирован человек туберкулезом или нет. Если прошло 2 месяца, то прививку против туберкулеза нужно проводить обязательно после постановки реакции МАНТУ и определение, инфицирован ребенок или нет. Если реакция МАНТУ будет папула или покраснение будет больших размеров, больше чем 0,5 мм, то нужно обязательно решать вопрос о том, делать эту прививку или нет. Такой ситуации обычно прививку данному ребенку не проводят. Это значит, что он уже инфицирован туберкулезом. Следующее, что очень важно для профилактики, это, конечно, своевременная диагностика. Вот обратите внимание, пожалуйста, я здесь первым пунктом поставила анкетирование. Почему я поставила анкетирование? Потому что очень часто, когда к нам обращаются пациенты, и очень сложно определить, например, у него ОРЗ, и нужно проводить дифференциальную диагностику, то есть определиться, какое заболевание. Или у него, например, туберкулез, или он кашляет, потому что он хронический курильщик. Поэтому анкетирование очень дает нам большую пользу для первичной скрининговой дифференциальной диагностики. Вот такое анкетирование, например, можно проводить, если нам, например, пришло большое количество пациентов к семейному врачу и сидят в очереди. Медицинская сестра может выйти, раздать анкетку, и люди, когда ответят на многие вопросы, уже врачу легче будет ориентироваться, в каком направлении рассматривать данного пациента. Кроме того, такое анкетирование очень эффективно, если мы, например, хотим выяснить среди большого количества людей, среди большого контингента, есть ли больные, которые болели туберкулезом, или если есть больные, у которых клиника напоминает туберкулез, для того, чтобы своевременно направить к врачу и провести диагностику. Широко используется анкетирование, например, среди такой группы риска, как заключенные, когда они поступают в следственные изоляторы, им предлагают заполнить анкету, для того, чтобы посмотреть и своевременно выявить у них туберкулез. Следующий вид диагностики – это проведение исследования мокроты пациента, которую он отхаркивает вокруг кашля, в которой под микроскопом выявляют туберкулезную палочку. Есть еще очень много других методов исследования, например, исследования мокроты на джинэксперте при помощи хайм-тестов, где автоматически можно определить наличие возбудителя туберкулеза, кроме того, еще можно и определить его устойчивость к тому или иному противотуберкулезному препарату. Нельзя сбрасывать со счетов и такой метод, как флюорография. Особенно он эффективен, когда мы, например, работаем среди групп риска. Например, если нам надо обследовать большое количество людей, которые не имеют, например, постоянного места жительства, тогда мы направляем в такие регионы передвижные флюорографы и проводим массовую флюорографию. Или, например, в сельскую местность, где, например, недоступна медицинская помощь, у них, например, нет фельдшерско-акушерского пункта, у них нет семейного врача, у них нет амбулатории. Они, например, находятся на удалении от медицинского учреждения, и очень сложно их направить на обследование. Тогда в такие населенные пункты также направляются передвижные флюорографы для того, чтобы выявить людей с подозрением на туберкулез. Еще одним из методов диагностики туберкулеза является реакция МОНТУ. Фактически после 6-летнего возраста до 95% населения, 70-95% в разных регионах, в зависимости от того, какой уровень там заболеваемости, уже люди инфицированы туберкулезом. С одной стороны, это хорошо, потому что если наша иммунная система хорошо работает, мы сделали прививку или получили небольшую дозу туберкулезной палочки, у нас вырабатывается иммунитет, и мы фактически защищены от туберкулеза. Если у нас идет нарушение равновесия между туберкулезной палочкой и иммунитетом, который есть в организме, тогда возможно заболевание туберкулезом. Кроме того, существуют еще такие методы профилактики, как социальная, экономическая и психологическая поддержка больных. Для чего я этот пункт поставила в методы профилактики? Потому что мы уже с вами говорили о том, что одной из причин развития эпидемии туберкулеза является социально-экономическая ситуация в стране. Если мы повысим уровень жизни нашего населения, если мы будем оказывать психологическую поддержку больным, которые заболели туберкулезом, чтобы они не прерывали лечение, чтобы они выполняли все эти требования инфекционного контроля, они, например, вышли из туберкулезной больницы, получили свою порцию лекарств и пошли в соседние кафе с друзьями принимать алкогольные напитки. Вот если мы сможем оказать им психологическую поддержку во время лечения, то они также будут меньше распространять туберкулез. Серьезный вопрос – это соблюдение инфекционного контроля в лечебных учреждениях и на дому. Мы немножко сегодня поговорим о том, что сейчас активно внедряется лечение туберкулеза на дому или на амбулаторной фазе, то есть чтобы человек как можно меньше находился в лечебном учреждении, потому что, к сожалению, на сегодняшний день наши противотуберкулезные диспансеры не соответствуют требованиям инфекционного контроля и фактически являются рассадниками устойчивых форм туберкулеза. Поэтому была разработана новая стратегия, когда максимальное количество пациентов, которые не выделяют в окружающую среду палочку, должны лечиться на дому, но при этом они также должны соблюдать правила инфекционного контроля. Инфекционного контроля. И, естественно, очень важным мероприятием являются профилактические осмотры лиц, которые относятся к группам риска, о которых мы с вами говорили. Вот поэтому для того, чтобы обеспечить вот эти профилактические осмотры лиц из групп риска, конечно, нам должны оказать большую помощь различные министерства и ведомства, которые не относятся к здравоохранению и которые опекаются этими группами риска. Теперь хочу вам рассказать несколько слов о том, что такое пациент-ориентированная модель оказания помощи больным туберкулезам. Эта пациент-ориентированная модель была разработана программой СтопТБ-партнерства и направлена на то, чтобы врач и пациент были партнерами. Я уже вам говорила о том, что на сегодняшний день существует серьезная проблема того, что пациенты бросают лечение. И очень часто это связано с тем, что к таким пациентам есть негативное отношение не только окружающих, но, к сожалению, и медицинских работников. Те исследования, которые были проведены среди лечебных учреждений, показали, что самая большая стигма сегодня к больным туберкулезам и ВИЧ-инфицированным, к сожалению, это в первичной медицинской сети. И поэтому в данной категории медицинских работников нам нужно очень много трудиться и рассказывать. Пациент-ориентированная модель лечения туберкулеза – это лечение, ориентированное на потребности пациента. Оказание медицинских услуг с уважением, с учетом индивидуальных запросов, потребностей и ценностей для обеспечения того, чтобы все решения в отношении лечения принимались с учетом интересов пациентов. Очень сложная формулировка, но на самом деле суть ее очень простая. Я уже вам говорила, что врач и пациент должны быть партнерами. Врач должен рассказать пациенту, какой у него туберкулез, рассказать ему, какие модели лечения можно выбрать при его форме туберкулеза. Например, если человек не выделяет туберкулезную палочку, у него нетяжелая форма туберкулеза, которая не требует госпитализации в лечебное учреждение. Если, например, он не относится к категории социально неблагополучных лиц, например, у него есть жилье, он не спит в подвале, у него, например, есть семья, которая может его поддержать и помочь ему в плане лечения, то тогда мы можем такому пациенту предложить лечение на дому. Если этот человек, например, выделяет туберкулезную палочку, то до момента, когда он перестанет ее выделять, мы предлагаем такому пациенту лечение в условиях противотуберкулезного диспансера. Но и даже для людей, которые выделяют туберкулезную палочку, мы можем делать исключения. Например, если этот человек живет один, у него хорошие условия проживания, он выполняет все требования медицинских работников в плане регулярности приема препаратов, он выполняет все требования противоэпидемического режима, не заражает окружающих, а если выходит на улицу, то одевает маску, то таким больным мы можем разрешить, несмотря на то, что они выделяют туберкулезную палочку, также лечиться на дому, то есть организуем ему стационар на дому. Кроме того, мы также обсуждаем с пациентом, куда ему удобнее приходить получать лекарства. Или ему удобно приходить их получать, например, к участковому врачу, или в противотуберкулезный кабинет, или в специальные кабинеты, которые так называемые ДОТ-кабинеты, которые организовываются при различных медицинских учреждениях. А может быть у пациента такое состояние тяжелое, что придется или выдавать препараты на руки его близким или родственникам, или друзьям, которые готовы будут их получать и передавать этому пациенту, или будет выезжать бригада медицинских работников, которая будет ему оказывать помощь и выдавать препараты на дому. Хочу обратить ваше внимание на факторы, которые препятствуют формированию приверженности к лечению. Этих факторов очень много, и все мы с вами с ними сталкиваемся, например, даже тогда, когда мы болеем не такими серьезными инфекционными заболеваниями, а, например, если у нас какое-то ОРЗ, мы точно так же сталкиваемся с этими факторами, которые препятствуют тому, что мы оканчиваем лечение, то, которое назначен врач. Ну, например, такой банальный пример. У человека бронхит. Врач ему выписал прием антибиотиков. Давайте каждый из нас подумаем, сколько максимально дней мы будем принимать эти антибиотики. Я могу сказать, что я тоже такой же недисциплинированный человек. Три дня принимаешь антибиотики, видишь, что у тебя состояние улучшилось, и начинаешь прерывать лечение. Чем это чревато? Ну, во-первых, что ты можешь не излечиться, и будет хронизация процесса, то есть острое заболевание перейдет в хроническое, оно может осложниться, а самое страшное, что прерывая курс лечения антибиотиков, мы формируем в организме своем штаммы возбудителей, которые в дальнейшем будут устойчивыми к данному виду антибиотиков. Итак, какие же это факторы? Психосоциальные факторы. Ну, первый очень такой интересный фактор – это самостигматизация. Когда мы человеку впервые говорим о том, что он заболел туберкулезом, конечно, не все сразу принимают этот диагноз, и не все сразу могут осознать, что у них действительно туберкулез. Какие первые мысли в голове у наших пациентов возникают? А почему это возникло именно у меня? Сколько людей ходят? Я не веду социальный образ жизни, я не употребляю наркотики, я не ВИЧ-инфицированный, я не употребляю в больших количествах алкоголь, я не алкоголик, и почему именно у меня возникло заболевание? Вот это одно из препятствий, которое не дает возможность нашим пациентам своевременно начать лечение, а упуская время на лечение, конечно, они ухудшают свое состояние. Мы уже об этом говорили, что алка и наркозависимость – это также является препятствием к формированию приверженности, депрессия, синдром тревожности и социальная дезинтеграция. Социально-экономические факторы. Ну такой, как бы, вроде бы, банальный фактор – это отсутствие денег, например, на транспорт. Да, если мы говорим, что человеку нужно каждый день приезжать в поликлинику, получать лекарства, а у него очень маленькая зарплата, у него нет возможности каждый день ездить. Конечно, отсутствие денег на переезды – это может быть серьезным препятствием для того, что человек будет регулярно получать лекарства, и это будет препятствием к формированию приверженности. Дальше. Нерегулярное питание. Конечно, если у человека нет денег купить себе достаточное питание, то это будет препятствие к формированию приверженности, потому что в первую очередь человек будет думать о чем? Где бы заработать деньги для того, чтобы самому нормально питаться, а если у него еще есть и семья, то и семью прокормить. И, конечно, он не будет думать о том, чтобы приехать вовремя и каждый день в медицинское учреждение и получить свои препараты. Дальше. Отсутствие образования, работы, постоянного места жительства. Мы уже много об этом с вами говорили. Это также серьезные препятствия для формирования приверженности. Демографические факторы. Гендер и подростковый возраст. Я должна сказать, что в плане доступности к лечению и формированию приверженности различие полов не очень сказывается на доступности и качестве лечения. Но, тем не менее, в семьях, где, например, есть такой более авторитарный стиль жизни, например, со стороны мужчины или женщины, точно так же может это быть препятствием к тому, что женщина или мужчина вовремя обратятся за медицинской помощью. Ну, а в подростковом возрасте нужно сказать, что подростки с ними вообще сложно работать в плане лечения, потому что они не всегда правильно воспринимают то, что ты им рассказываешь. Они отрицают возможности их заболевания, необходимость регулярного лечения. И здесь, конечно, при работе с подростками очень важно подключение близких и родственников, которые будут контролировать прием препаратов и их поддерживать. Системным препятствием относятся это значительное расстояние до медицинского учреждения, я вам уже об этом говорила, очереди на прием к врачу. Например, если пациент у нас не выделяет туберкулевую палочку, у него состояние такое, что он может ходить на работу, то ежедневное посещение врача и необходимость ежедневно отпрашиваться с работы для того, чтобы получить это лекарство, это, конечно, тоже является препятствием к формированию приверженности. Следующий фактор это незаконное требование оплаты за диагностику и лечение. На сегодняшний день диагностика и лечение в Украине у нас бесплатно. Хотя есть случаи, нам об этом известно, что некоторые медицинские работники, например, чтобы дать какие-то другие препараты или перевести на препараты, которые менее токсичные, они могут требовать с пациента оплату. И препятствия на уровне общества. Это, естественно, внешняя стигма и дискриминация, опыт получения отказа в оказании медицинской помощи. Я вам должна сказать, что больным туберкулезом, если сравним, например, с ВИЧ-инфицированием, меньшая стигма. Однако, если у пациентов заболевание туберкулезом сопутствует еще и, например, наркомании или алкоголизм или, например, ВИЧ-инфекция, то к таким пациентам, к сожалению, еще есть в обществе достаточно высокая стигма. Следующее инфекционное заболевание, о котором бы я хотела сегодня с вами поговорить, это вирусные гепатиты с парантеральным механизмом передачи. Некоторые цифры статистики. В 2015 году 325 миллионов человек в мире были инфицированы вирусными гепатитами. Из них 250 миллионов это гепатит В и 71 миллион это гепатит С. Существует такая статистика, что в целом есть страны, где от 3 до 5% населения инфицированы вирусными гепатитами и поэтому на сегодняшний день в структуре инфекционных социально опасных заболеваний вирусные гепатиты перешли на первое место. Если брать 5 типа вирусных гепатитов, то гепатит В и С, а я уже говорила, существуют гепатиты А, В, С, Д, Е и Ф, то если из них брать гепатит В и С, то это фактически две основные причины смерти и всех разновидностей гепатитов. В 2015 году вирусный гепатит стал причиной смерти практически 1,4 миллиона людей. Это число приближается к числу случаев смерти от туберкулеза и превышает число случаев смерти связанных с ВИЧ-инфекцией. К сожалению, только 7% из 71 миллиона человек с хроническим гепатитом С имели доступ к лечению. Инфицировано вирусным гепатитом Д в мире 15 миллионов человек. К сожалению, статистики по другим видам гепатитов мне не удалось найти. И то, что я прочитала на сайте Всемирной организации здравоохранения, к сожалению, на сегодняшний день мы не знаем статистики заболеваемости вирусным гепатитом Е и Ф. Количество больных гепатитами в Украине. Вот смотрите, я вам сделала такую табличку специально. В 2013 году у нас было зарегистрировано вирусных гепатитов 8107 пациентов. В 2017 уже фактически на 2000 пациентов увеличилось. Но я должна обратить ваше внимание, что гепатиты имеют такую особенность, что они очень часто переходят сразу, минуя острую фазу, в хроническую. И поэтому очень часто пациенты не обращаются за медицинской помощью. Поэтому я думаю, что вот эта статистика, которая сегодня существует на Украине, она неполная и недостоверная. Вирусный гепатит С в 2013 году было 14560 и в 2017 фактически 8 раз увеличилась заболеваемость. Но я вам должна сказать, что это еще и связано с тем, что у нас появилась возможность диагностировать эти виды гепатитов. Если говорить об инфицированности населения, то вот смотрите, по Украине это данные 2013 года, общее население это 2,7% вирусный гепатит С и в два раза меньше вирусный гепатит В1,3%. Как же распределились эти гепатиты среди нашего населения? Это данные 2016 года, которые были представлены на конференции по вирусным гепатитам нашим главным инфекционистам Министерства здравоохранения. Значит, смотрите, среди лиц, которые контактировали с больными гепатитами, было выявлено у 10,2% вирусный гепатит С и 3,3% вирусный гепатит В. Среди доноров было выявлено 1,2% вирусный гепатит С и 0,7% вирусный гепатит В. Среди беременных женщин 1,2% вирусный гепатит С и 0,8% вирусный гепатит В. В медицинских учреждениях общего здравоохранения среди пациентов было выявлено 1,5% вирусный гепатит С и 0,8% вирусный гепатит В. Среди пациентов больниц посмотрите какой высокий процент инфицирования вирусными гепатитами С это говорит о том что внутри больниц происходит серьезное инфицирование пациентов и вирусный гепатит 1,2% здесь здесь я еще не указала цифру что среди лиц которые употребляют наркотические препараты инъекционным путем было выявлено 40% инфицирования вирусным гепатитом С гепатитом гепатитом и не обращаются за медицинской помощью обращаются только тогда когда уже есть клинические проявления серьезных осложнений а осложнениями гепатитов является цирроз и рак печени кроме того они актуальны потому что на сегодняшний день к сожалению низкая эффективность лечения этих гепатитов 0,1-2 десятых процента доноров крови во всем мире являются носителями вирусного гепатита С острые вирусные гепатиты преимущество с парентеральным заражением это острые инфекционные болезни сопровождающиеся поражением печени других органов склонностью к хронизации развития цирроза и рака печени какие разновидности и кто является источниками гепатитов и какие пути их передачи если говорить о вирусном гепатите В источником этого гепатита являются больные люди острыми и хроническими гепатитами а также носители HBS антигенов как же передается гепатит В гепатит В передается через кровь половой путь составляет 30% также при гепатите В реализуется бытовой путь передачи это через зубные щетки лезвия и швейные иглы я уже когда начинала свою презентацию я вам уже говорила о том что на сегодняшний день есть такие данные что если сравнивать риск инфицирования ВИЧ-инфекции вирусными гепатитами то риск инфицирования вирусными гепатитами в 100 раз выше чем риск инфицирования ВИЧ-инфекции поэтому мы обращаем ваше внимание что во-первых нужна меньшая доза вируса для того чтобы инфицирован во-вторых он очень стойкий в окружающей среде поэтому если вы посещаете косметологические салоны если вы посещаете маникюршу педикюршу вы должны обязательно обращать внимание на то как обрабатываются инструменты которыми они пользуются лучше всего иметь свои инструменты и предлагать их мастерам для использования но вы должны посмотреть если в этом салоне или в этой парикмахерской или в этом кабинете куда вы прошли проводить манипуляции отсутствует стерилизационное оборудование нельзя проходить в этих кабинетах манипуляции потому что есть очень высокий риск заражения вирусными гепатитами кто же наиболее восприимчивы к вирусу гепатита В это лица чаще подвергающиеся медицинским манипуляциям медицинские работники имеющие контакт с кровью и компонентами я должна заметить что мы проводили исследования в городе Киеве медицинских работников хирургического профиля и стоматологов и оказалось что 70% из тех лиц которых мы обследовали мы у них выявили вирус гепатита В таким образом наши медицинские работники инфицируются от своих пациентов мы также проводили интересные исследования среди заключенных и могу вам сказать что инфицированность заключенных которую употребляли наркотики инъекционным шляхом путем распределилась таким образом 30% 15% это была ВИЧ-инфекция 30% вирусный гепатит В и 70% это был вирусный гепатит С то есть вирусный гепатит С его инфицированность его составляет в 3-4 раза больше чем другими гепатитами кроме того риск заразиться имеют наркозависимые женщины секс-бизнеса гомосексуалисты члены семей которые инфицированы вирусным гепатитом вирусный гепатит С источником вирусного гепатита С является больной человек но вирусный гепатит С менее заразный чем вирусный гепатит В пути передачи через кровь и половой видите если мы говорили что при вирусном гепатите В вероятность заражения половым путем составляет 30% то вероятность заражения вирусным гепатитом С половым путем составляет всего 5% кто же восприимчивым гепатитом это лица которые часто подтвергаются переливанием крови особенно если это прямое переливание например по экстренным показаниям и кровь предварительно не была протестирована очень большой риск заразиться вирусным гепатитом С это лица которые у которых есть заболевания почек которые не работают почки не справляются со своей функцией эти лица находятся на гемодиализе это диализ с помощью которого очищается кровь пациента вот такие пациенты очень рискуют получить вирусный гепатит С также лица которые употребляют наркотики инъекционным путем инфицированность у них может составлять от 3 до 10 процентов и так же он может передаваться от матери к ребенку но очень редко я уже это говорила когда говорила о туберкулезе что чаще всего передача от матери к ребенку происходит если например мама нездорова у нее нездоровая плацента она является воспаленной например и в связи с этим улучшается проникновение возбудителей через плаценту новорожденного к ребенку который находится внутриутробно вирусный гепатит Д этот гепатит практически всегда встречается с вирусным гепатитом В то есть они идут в паре но иногда и бывает суперинфекция этого гепатита и она отличается тем что она более агрессивная очень часто если происходит суперинфекция то больной человек в короткие сроки может получить серьезные отложнения и его заболевание закончится смертельным исходом источником этого гепатита является только больной человек и основной путь передачи этого гепатита фактически он наверное единственный пока изученный известный нам это передача через кровь мало изученные гепатиты это гепатит G тоже предполагается что он передается через кровь и могут способствовать этому введению инъекционных наркотиков и вирусный гепатит F и TTV гепатит они находятся в слюне могут находиться в семенной жидкости в вагинальном секрете выделениях износа однако данные гепатиты практически не изучены и мы мало что знаем какая вероятность их инфицирования и хотелось бы это знать потому что смотрите раз они находятся в слюне то если вероятность заражения например при поцелуях если в семенной жидкости в вагинальном секрете то насколько велик риск передачи этих гепатитов половым путем и обратите внимание даже содержится в выделениях износа но на сегодняшний день к сожалению мы пока не имеем достаточной информации для того чтобы сказать насколько реализуется эти пути передачи за исключением передачи через кровь вот так выглядит вирус гепатита вот я вам хотела показать как поражается печень при гепатите вот видите вот это уже стадия цирроза вот это тоже стадия цирроза а вот это уже появление раковых клеток на фоне цирроза если гепатит у пациента протекает с яркой клиникой то чаще всего вы увидите вот такие желтушные склеры и мы сейчас еще немножко поговорим какие еще признаки заболевания гепатита какая клиника при вирусном гепатите это боли в животе иногда четкой локализации в правом подреберье то есть в районе где расположена печень кошнота рвота снижение аппетита вплоть до того что человек перестает есть и худеет неустойчивость стула потемнение мочи обеспечив обесцвечивание фекалий желтуха инкубационный период при вирусном гепатите б 6 месяцев вот особенно обратите пожалуйста внимание потому что вот первые признаки они могут быть при многих заболеваниях желудочно-кишечного тракта а вот потемнение мочи и обесцвечивание фекалий то есть бесцветный кал и желтуха это очень характерно для клиники вирусного гепатита b и чаще всего пациенты как раз нам обращаются когда появляются вот эти признаки для клиники вирусного гепатита c также характерно тошнота рвота боли в правом подреберье но обратите внимание что появляется еще клиника которой не было при вирусном гепатите b это боли в суставах потемнение мочи обесцвечивание кала и желтуха при вирусном гепатите c к сожалению желтуха очень незначительная то есть не интенсивная и больные даже могут не обратить внимание и пропустить желтушность склер или желтушность кожи инкубационный период при вирусном гепатите c 2 месяца клиника профилактика вирусных гепатитов в первую очередь у нас на сегодня существует вакцина против гепатита b которые прививают деток еще в роддоме затем делают ревакцинацию и прививают также яиц из групп риска кроме того вы знаете что такую прививку мы рекомендуем если например люди выезжают в страны где высокая заболеваемость гепатитов мы также предлагаем туристам или тем лицам которые едут в плане решения каких-то бизнес вопросов мы также предлагаем им вакцинацию против гепатита следующий метод профилактики это тестирование донорской крови на сегодняшний день вся донорская кровь обязательно тестируется на наличие вирусов гепатита вич инфекции и сифилиса программы снижения вреда для лиц употребляющих наркотики я думаю для вас эти все программы известны потому что перед этим вы слушали вебинар по вич инфекции и наверное очень подробно рассматривали эти программы но я хочу обратить внимание что естественно программы заместительной терапии и обмена шприцев они очень существенно снижают риск инфицирования вирусными гепатитами также использование средств вендуальной защиты при сексуальных контактах однако вы знаете я каждый раз когда говорю об этом вспоминаю свое удивление когда я смотрю на цены средств индивидуальной защиты буквально вот на днях заходила в магазин и на кассе посмотрела что 20 презервативов стоят 271 гривну конечно если мы говорим о широкой профилактике половых полового пути передачи то конечно нам нужно на уровне государства рассматривать вопрос о том чтобы обеспечить какую-то дотацию производителям или поставщикам средств индивидуальной защиты чтобы они снизили цены потому что практически на сегодняшний день при таком уровне заработной платы покупать презервативы по 270 гривен это конечно сегодня для нашего населения большая рост соблюдение противоэпидемического режима лечебных учреждений парикмахер салона красоты кабинет для татуажа я уже об этом неоднократно говорила хочу еще обратить ваше внимание на то что в этих учреждениях должны использоваться обязательно дезинфекционные мероприятия они направлены для того чтобы обеспечить безопасность персонала который работает с колючей лежащим инструментарием а также стерилизация для тех лиц которые которые будут проводить манипуляции спасибо за внимание у нас есть еще несколько минут я готова ответить на ваши вопросы решение Ethiopia манипуляции 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 кем удачная мкая манер манер Продолжение следует...